Привет, с вами Soer, канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше, и сегодня я хочу поговорить про REST клиенты. И как бы вы ни относились к REST интерфейсам, они на практике имеют место быть, их используют, до сих пор используют и будут использовать, поэтому это очень такая популярная вещь, поэтому стоит рассмотреть, что же за REST клиенты, для чего они нужны. В принципе, они нужны и для фронтенда, и для бэкэнда. Для фронтенда они нужны для того, чтобы построить набор стандартных кейсов, можно использовать их как, во-первых, спецификацию, чтобы смотреть, какие запросы, как формируются, какие значения там используются, и, соответственно, на клиенте, на фронтенде это можно делать для формирования первоначального окружения, то есть мы забили какой-то набор стандартных REST, которые нас выводят на необходимую конфигурацию бэкэнда. Можно использовать для тестирования каких-то и проверки каких-то ошибок, то есть исправили, не исправили на бэкэнде, то есть фронтендер зафиксировал, что он с чем-то столкнулся неправильно работающим, потом видит, что это исправлено, не исправлено. То есть для фронтендера, в принципе, рабочий инструмент для того, чтобы взаимодействовать с REST-овым интерфейсом бэка. Но для бэкэнда это можно использовать для того, чтобы формировать, опять же, спецификацию, отталкиваться для разработки, то есть изначально делается REST-запрос, а потом уже делается реализация в коде, ну и здесь также можно использовать их как тесты, то есть в принципе как end-to-end тестирование вполне себе годная штука. Я использую два клиента. Первый это FUNDER-клиент, это классический клиент с достаточно удобным интерфейсом. На этот интерфейс мы сейчас посмотрим, основные ключевые особенности его я рассмотрю. И второй клиент это просто REST-клиент, который используется в другой парадигме, в парадигме play-in запросов, когда мы создаем просто файл, непосредственно в нашем репозитории создается файл с запросами, которые выполняются, результаты этих запросов мы видим на экране. Очень удобная штука в плане того, что очень просто добавить в репозиторий эти спецификации, этих запросов, очень быстро их накидать. Если вы знаете, например, HTTP достаточно хорошо, вы просто вручную можете набрать все, что вам надо. Я такой раб веб-интерфейсов и графических интерфейсов, поэтому мне больше нравится FUNDER, хотя REST, я REST-клиент, тоже использую, но он не менее удобен. Окей, давайте посмотрим теперь непосредственно то, что нам предлагают эти клиенты. Напоминаю, что REST это подход к формированию сервисов, веб-сервисов, которые строятся на основе URL. Мы обращаемся к сервису с идентификатором ресурса, который мы хотим получить. Получаем этот ресурс, в зависимости от того, в каком виде мы хотим получить результат, мы можем специфицировать параметры и размещение ресурса. По идее, мы также можем уточнять содержимое ресурса, указывая это в URL. REST-фул интерфейсы, как я уже сказал, очень-очень распространены. Значит, FUNDER предлагает нам три вкладки. Это Activity, Collection и окружение. Activity — это все запросы, которые у нас выполняются в этом клиенте. И, соответственно, мы видим их историю, можем создавать прямо здесь их и, соответственно, выполнять. Но для долгосрочной работы удобнее создавать коллекции, эти коллекции именовать. И вот в данном случае я делаю сейчас такой небольшой набросок для своего проекта с воркшопами и архитектурными стрибами. Здесь я делаю сейчас платежный шлюз, который умеет выдавать чеки в нашей Российской Федерации. И, соответственно, имеет платежный шлюз, имеет интерфейс для проведения простых платежей, пролонгированных платежей и регулярных подписок. Вот такой сейчас небольшой пример я делаю для воркшопов и поэтому на нем вам показываю. Значит, я, соответственно, создал две коллекции — коллекция чеков и платежного шлюза. И, соответственно, вот давайте на основе чеков посмотрим, что у меня здесь есть. Я рассматриваю две ситуации, что у нас есть запрос, который успешно создает чеки. Я здесь, к сожалению, не имею привычки в правильном формате именовать. Здесь, естественно, успешное создание чека — это нам нужно не результат запроса в данном случае, а что он делает. То есть правильнее было бы назвать создание чека с успешным результатом или создание чека с ошибкой валидации. Но я так вот просто название не очень выбирал, поэтому вот они такие. Значит, в принципе, здесь такая же механика используется, как в именовании коммитов в репозиториях, в системах контроля версии. Здесь примерно та же самая идея. Можно использовать, соответственно, те же самые идеи. Не будем останавливаться на том, как правильно именовать название запросов. Запросов остановимся на сути. А суть заключается в том, что когда мы открываем непосредственно окно самого запроса, у нас есть стандартные для HTTP запросов артефакты. Это метод, это URL. Обратите внимание, что здесь используется через двойные фигурные скупки переменное окружение. Это третья вкладка, в которой мы можем создавать глобальное и локальное окружение, либо собственное окружение. Значит, мы здесь выносим в окружение это URL бэкэнда, к которому нужно обращаться. И дальше, собственно, непосредственно ростовая часть, которой у нас делается запрос. Дальше. В запросе мы можем указывать параметры запроса. Это чаще используется вместе со связкой с GET. Но вот в данном случае нам это не очень надо. Дальше мы можем определять HTTP-заголовки. В данном случае мы определяем, что у нас будет запрос JSON. И, в общем-то, стандартные вещи – это клиент и accept. Дальше. Здесь полностью выбор авторизации поддерживается. Какой нам надо, такую мы можем использовать. Это очень удобно. В данном случае она нам не нужна. Но, тем не менее, могли бы добавить, если надо. Дальше мы делаем сырой запрос JSON, но можем также сырой запрос в XML, текстовые боди сделать. Можем сделать ее как форму, граф QL и так далее. То есть, опять же, удобный набор всех необходимых параметров. Мы можем… Он здесь представлен, но мы можем его использовать. Смотрите, дальше я использую, соответственно, JSON-нотацию, задаю набор полей, которые у меня есть в данном API. И, соответственно, важный нюанс, кроме того, что я могу задать локальные или глобальные параметры окружения, я могу использовать вот такие специализированные параметры окружения, которые начинаются с решетки. В данном случае это генерация ID-шника. Это может быть генерация времени, генерация имейла. Понятно, что в данном случае у нас генерируются некие чеки. Эти чеки должны иметь связь с платежным поручением. И, соответственно, не может быть у нас на одно… один и тот же чек, точнее, создаваться один и тот же чек многократно на одно и то же платежное поручение. Соответственно, у нас есть ограничение уникальности, поэтому мне нужно генерировать ID-шник. Как я уже сказал, подробнее об этом мы будем разговаривать в воркшопе, поэтому здесь я не буду на этом останавливаться. И самое важное – это как раз тестовая основа запросов, за что мне нравятся, собственно говоря, вот такие клиенты. Это то, что мы можем специфицировать непосредственно коды возвратов. А я напоминаю, что REST-интерфейсы, они очень многое возлагают на использование стандартных кодов возврата HTTP. Если интересно, тоже можно об этом снять отдельное видео, потому что очень часто, например, используют стандартный 200-й возврат, и на него вешают внутри уже кучу всего в виде уже результата обработки. На мой взгляд, правильнее использовать комбинированные подходы, когда для бизнес-логики мы используем тело ответа для передачи информации об ошибках. Об этом мы еще посмотрим дальше. А для стандартизированных частей, связанных с транспортом и технологическими аспектами работы HTTP, использовать коды возврата. Коды возврата в любом случае HTTP должны использоваться максимально. Отлично. В данном случае мы успешное создание чека идентифицируем по коду возврата. Соответственно, если мы выполним этот запрос, мы получим ответ в правой части. Здесь будет непосредственно ответ в виде JSON. Будут заголовки, которые мы можем рассмотреть. Их достаточно много. Отвечает нам сервис. Будут, соответственно, информация о cookies, которые вернули. Будет результат выполнения наших тестов. Это удобно, когда мы выполняем все тесты в коллекции. Сейчас мы это посмотрим. Дальше мы можем закодировать такой запрос на любом языке. Опять же, сделать просто пример кода, который будет запрашивать тот же самый запрос на любом языке программирования, который есть в списке. И можем посмотреть его в сыром виде, что называется. И можем, соответственно, все это сохранить. Это очень удобно. И я этим изредка пользуюсь. Например, как раз в этом проекте я им этой функциональностью воспользовался. Ну и второй вариант. Это давайте сразу посмотрим тесты. Мы рассматриваем ситуацию, когда у нас есть некая ошибка валидации. Значит, для этого мы используем 400-й код возврата. Единственное, что уточняем, что в теле запроса есть непосредственная информация о том, сообщение о том, что, собственно говоря, нам не так. Потому что в бизнес-части, когда мы делаем запрос с созданием чека, нам нужно объяснить, что пошло не так. И вот в данном случае используется проверка, что есть как раз возврат этого метода с пояснением, что пошло не так. Одновременно используем, как я уже сказал, гибридно и код возврата. И, собственно говоря, сообщение, которое было возвращено. То есть, если мы посмотрим, тесты проходят удачно. Теперь мы можем взять всю коллекцию и сказать run all и получить уже, собственно говоря, результаты тестов в виде результата. То есть, давайте сделаем run. Вот все у нас прошло. Как раз этот вид удобен для end-to-end тестирования. Мы зашли. Если у нас были зафиксированы какие-то ошибки интерфейсов, мы их запустили, прогнали. Все у нас работает. Все классно, все здорово, удобная штука. Пользуемся и радуемся. Можно указывать количество итераций. Это удобно тем, что мы можем здесь же тестировать демпотентность. То есть, когда при одном и том же запросе у нас возвращается один и тот же результат. Мы можем тестировать, соответственно, уникальность. То при повторной попытке создания одного и того же, например, методом post или обновлением с помощью метода put, мы будем получать ошибки. Соответственно, это все мы можем протестировать на итерациях. Так, удобно, классно. Опять же, используем. Окей. Вот такой классный клиент. Если вы не пользовались, я вам его рекомендую. Из бесплатного, наверное, это лучшее, что есть. Ну и второй клиент. Давайте мы на него посмотрим. Это вот как раз наш http-метод. Здесь все достаточно просто. У нас есть файл. Это текстовый файл. Здесь мы можем вот так, таким образом указать параметры, которые мы будем использовать внутри запроса. А дальше идут, соответственно, запросы. Запросы начинаются с пояснения, что это за запрос. Да, там запрос кода подключения. Например, в данном случае к личному кабинету. И вот здесь пошли непосредственно создание чеков. Например, создание чека stream. И вот здесь есть кнопочка send request. Мы можем взять и отправить этот запрос, получив такой же текстовый ответ. Очень быстро, очень подробно все у нас есть. Результат в виде сырого кода. Дальше. После вот этой вот активной части send request есть непосредственно параметры, которые мы хотим передать. Ну вот в данном случае... Давайте закроем лишнее. В данном случае что у нас получается? Мы передаем непосредственно сам URL. Причем он передается в виде, который очень пригоден для plain.http. То есть название метода. URL, куда передаем. Опять же, видите, вынесено здесь в параметры окружения back. Версию запроса. Непосредственно заголовок, который нас интересует для того, чтобы указать, что дальше пойдет тело JSON. И непосредственно тело самого JSON. Соответственно, мы можем накидать. И здесь я, к сожалению, не пользуюсь этой функциональностью, но она должна быть. Я не знаю как, но можно запустить все эти запросы. Можно также использовать автогенерацию параметров. Это нужно в документации посмотреть. И можно делать связанный запрос. То есть вы запустили один запрос, и результаты ответа этого запроса использовать в другом запросе. Это, например, вот здесь у меня используется, когда мы берем из какого-то предыдущего body, берем какой-то челлендж токен. Да, для авторизации в личном кабинете. То есть это такое здесь тоже возможно сделать. И в фандере это тоже возможно сделать. Просто я такую сложную цепочку не стал сейчас показывать. Но, тем не менее, там и там есть такая возможность использовать результаты предыдущего запроса в последующих запросах. Вот такой клиент. Он очень легкий, очень такой простой. Если вы не хотите тестировать, не хотите иметь какого-то вот такого коллекционного подхода с тестами, с итерациями, то, что есть в фандере, то, в принципе, вот этот клиент вам вполне себе подойдет. Мне он нравится, я еще раз говорю, своей простотой, тем, что можно накидать, закинуть в репозиторий и использовать. Ну, на этом все. Вот таких два клиента я вам предлагаю посмотреть, если вы их не использовали, использовать. С вами был Сойер. Спасибо, что слушали. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok